Смирнова Евгения Аркадьевна. А год какой рождение? 1923. 2 января. А замуж вы вышли, как стали? А замуж я стала Ильиной Евгенией Аркадьевной. А вы где родились сами? А? Сами где родились? Место рождения где вы родились-то? Я родилась в Северинском районе. А сюда как учительницы приехали, да? Нет, я не как учительница. Как ученица. Мама приехала сюда. Как учительница? Да. И она учила деток здесь, да? А как маму звали? Мама Смирнова Евгения Аркадьевна. Смирнова Евгения Аркадьевна. Она была учительницей, да? Ага. Первая школа была вот эта, она учила. Тоже в Ларионове? Тоже в Ларионове. Тоже в Ларионове. Ой, первая эта школа была. Да, в 20-м году здесь, знаете, работала Елизавета Флашиль. Еви Флашиль, мама работала. Вы, наверное, это не затрагивали. Нет. Ну, интересно. 1952 год. Это какой выпуск? Это, знаете, После института, после учительского. Первый выпуск учителей, вот, которые работали в этот год. А вы знаете, помните их, как зовут? Как зовут? У меня директор школы. Вот, я плохо вижу. Давай. Давайте. Я выключу. Вот это директор школы, Вера Тепановна Смирнова. Это работала, значит, директором школы. Это учителя наши. Это... Вот потом директор школы был Анна Алексеевича Гроссовкина. Вот это. Это Левушины. Преподаватели математики и русского языка. Это Римма Васильевна. Это вот я. Это... Скварцована Анна Вера Ивановна. Это вот Зоя забыла, Фоминь, это она год один работала. У нас хороший сад заложили. Это преподаватель русского языка. Это Ирина Анатольевна. Преподаватель немецкого языка. Это технички вот наши. Это ваш класс, да? Это вот мой класс. Это вот какой-то небольшой класс тоже. А так были большие классы. А так были большие. Учиться в педучилище в 38-м году. Я с 38-го года знаю. В этом году было 4 учителя. Наполняемость, кстати, была большая. Охват был у нас две деревни. Лорионово и небольшая деревня Демьяновка. А как школа выглядела? А выглядела два класса. Было построено школы. И остальные по деревням, по деревне располагались, в домах. Значит, два класса было при школе. Школа была небольшая, а рядом избушка технички, которая нас обслуживала. Учителя жили на квартирах. Помню, Надежда Ивановна была. Вот уже заведующая была Варвара Павловна. Она приехала в 38-м году. Виноградово жила у нас. В церкви не было там. Не было? Не было. А вот детишек за крестик они носили, ругали или нет в школе? Если крестик носили. Вы не ругали? Нет. Никого не ругали? Нет. Не было такого, да? В советское это время не было такого? Не было. Вот не срывали крестики, не срывали. Этого ничего не было. А в основном были старобряческие, да, ребятишки-то? Старобряческие. Вот подстригаться было сложно очень. Я вот помню, сначала мама работала у нас, пока я училась. Потом я устала работать. Никакого насилия у нас не было. Вот, правда, подстригать ребят было сложно. Не хотели подстригаться. Челка и челка. Не буду. Папа не велел меня подстригать. Тято не велел меня подстригаться. Это было. Девочки, да? Мальчишки. Мальчишки. Девочки заплетали косички. Косички заплетали. И все. А этого не было. Никакого насилия у нас не было. А война как началась? Вот, я уже работала здесь. Я, значит, стала работать в 43-м году. В 44-й и 43-й год я работала в Ларионове. У нас работали две учительницы. Вот я и Варвара Павловна Виноградова. Она, наверное, где-нибудь у меня есть. Как-то боролись за все облачь, чтобы посещали ребята школу. И поэтому две учительницы, значит, Варвара Павловна и я, раскопали около школы Огород. Площадь. И сажали картошку. Выращивали картошку. Потом, значит, за ней ухаживали. Потом техничка нам... Она где-то есть. Анна Евтифьевна Волжанская варила суп в школе. Завтраки устраивали, чтобы посещали ребята в школе. Это во время войны. Во время войны. Знаете, как голодно было. И некоторые приходили поесть только. Ну, учеба как раз была и все. Вот. С удовольствием ели. Она варила ведерный суп. Чугун ведерного. Супу. Из картошки. Ага. И... Они с удовольствием ели. Некоторые даже ходили вот... Поддержать, чтобы... Самое хорошее время, вот вы считаете, было? Самое хорошее время вот за... За эти сто лет почти, да? Почти сто лет. Да. Я считаю, вот плодотворная работа уже была. Даже я была в пенсионном возрасте. Проводила. Много мы проводили встреч со знатными людьми, которые... С колхозниками, с бригадирами. У меня даже есть... Да. Я потом Веру попрошу. Она из семейного архива найдет. У нас там снимки проводила я. Иванов, участник войны, проводил встречу. Проводила я во всей школе. Можно сейчас попросить ее найти. От школы я уже отделилась. Они... Даже с директором школы я не знакома. Она давно работает, а не бывало. Вот только... Учителя, которые работали со мной, они еще... Они вот... Они и посещают. А сколько в школе вы отработали лет? Я работала... 50... 51 год в школе, массовой школе, и 6 лет обучала мальчика-инвалида. Новый учебный год. Новый учебный год. Он ходит, поздравляет меня. Вместе они едут на машине с отцом. И отец у меня учился в Ларионове. Знаете, у меня как... Я несколько поколений выучила. А во сколько начали учить? Во сколько начали учить? 17 лет. Памятник у трех коммунистов. Вот я там проводила беседу. Сначала тропка была, потом, значит, арку поставили. Вы были там у трех коммунистов? Нет, нет. И дорожки нет там. Арка была, тропка была. Мы каждый год ездили туда. Ну, ходили. Потом, значит, я им рассказывала, ребятишкам. Да, их убили. Убили. Мы там, не знаю, этот ли дуб, другой какой сохранился рядом. Показывали вот это. И закопали их, этих коммунистов. Помню, помню я деревню. Расскажите про деревню. Во-первых, деревня, вот мы, как посторонние, учителя приехали. Но нас встретили так же хорошо в деревне. Жители приветливые, разговорчивые. Ну, помогали, например. Вот, например, у меня мама и учительницей работала, а потом уже стала шить. 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 Людям-то и... 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 Люди... Портнихица... Уважали её. И помогали даже. Вот... Ты вот это вот так делай, а это вот так делай. Ну, потом сначала для себя шила мама, а потом вот стала по людям шить. Приветливые люди, хорошие люди. И там старобрядцы, они как-то сторонились, ничего не сторонились. Они относились ласково. Сначала в деревне-то ходили. Народа много было. Парни ходили, пели песни под гармонь. Еще я достала, что парни ходили. Девушки собирали эти... Откупали. Беседы, да? Беседы. Собирали беседы. Приглашали и нас. Приглашали беседы. Как раз в этот год стали собирать, провожать в армию. Поэтому и нас приглашали. Лошкари все были. Лошкари? Лошкари. Лапти плели, да? Лапти мало плели кто. Мало плели. Лошкари. Главным образом лошкари. А игрушки? А игрушки тоже... Потом... Потом делали игрушки. Назывались балясы. Топорные игрушки. Топорные. Топорные игрушки. Топором делали. Музыка